История произошла в октябре этого года. Мужчина, который работал в исправительном учреждении водителем пожарной машины, в какой-то момент завел диалог с одним из осужденных, который попросил провести через КПП 14 сим-карт, телефон и картридеры. За это он предложил 4000 рублей. Мужчина согласился и попытался все это провести на режимный объект в нижнем белье, но он даже не догадывался, что службисты уже обладали оперативной информацией. Водителя задержали, теперь он стоит перед судом. Понятное обвинение? Да, понял. Вину вы признаете? Признаю. Признаете полностью? Полностью не знаю. Ничего не оспариваете? Нет. Решу присаживаться. Тогда приступаем, прийдем в сторону, пожалуйста. Можно сказать, что мужчина раскаялся, он активно помогал следствию и вину не отрицал. Возможно, поэтому гособвинитель и требовал не столь строгое наказание. Я признаю полностью, также он ранен и судим. Как известно положительно, в деле в милиции не расправлено. Также он активно способствовал расстрелить доверие с этим данным преступлением. Прошу данным в связи с признать замечающими, а сейчас обстоятельства родила не имеется. О том, что преступление несерьезное, говорил и адвокат подсудимого. Считаю, необходимо учесть и то, что он завел особый порядок судебного разбирательства. То есть он не оспаривает ни квалификацию, ни какие другие обстоятельства дела. Поэтому считаю, что необходимо учесть все вышеизложенное и назначить Сафину наказание, не связанное с реальным решением свободы. Суд принял во внимание все доводы и удалился в совещательную комнату. После небольшой паузы судья вынес приговор. В итоге мужчина за свой поступок получил один год и шесть месяцев условно. Александр Комаров, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.